После того, как еще в 11-м году, когда президент Саркази находился здесь в Визитом, он говорит, я как президент Франции чувствую, что я в Европе, когда я в Тбилиси нахожусь. И прошло 11 лет, и следующий президент Франции говорит нам, что вы находитесь в другом геополитете. Вот это является поражением грузинской дипломатии конкретно на французском направлении. Понимаешь? Она говорила, что такой поддержки, которую сейчас нам оказывает Франция, не было никогда. Мы получили заверение в том, что это будет нашим адвокатом в Европейском Союзе. В общем, огромное количество разных эпитетов, которые оказалось, что это ничего не работает. Потому что получается, что несмотря на то, что у нас даже, несмотря на то, что Саркази 11 лет говорил, что он, находясь в Тбилиси, чувствует себя в Европе. И смотря на то, что у нас карьерный французский дипломат является президентом Франции, который имеет прекрасные взаимоотношения, это очень хорошо, что это прекрасные взаимоотношения с президентом Франции. Но где результат? Где? Где? Вот этого я не вижу. Плюс теперь, да? У меня вопрос о том, так сказать, наш посол там во Франции, да? Хотелось бы услышать какие-то объяснения, да? Разъяснения о том, может быть, это оговорка, может быть, президент Макрон это сказал, потому что, ну, для того, чтобы оправдать то, что там он считал себя там, ну, как-то ему неудобно было Грузию отодвигать, и как-то вот типа оговорка эта получилась. Да, это одно. Но если в элите французской, да, в дипломатической элите политической начинают рассматривать Грузию как неевропейскую страну, это является очень серьезным нашим поражением. Я опять повторяю, что хотелось бы... Я, кстати, написал письмо госпоже послу, да, где поставил эти вопросы, попросил, так сказать, ее разъяснений. Вообще хорошо было бы и журналистам тоже как-то спросить госпожу посла, да, как вообще она себя в этом смысле позиционирует, и как она видит эти процессы. И последнее, чтобы это закончить. Мы должны сами понимать, где мы находимся, дело. Потому что это категорийная катавасия, и то, что мы четко себе не представляем, что мы делаем, это выливается в то, что госпожа президент, которая находилась вот буквально на днях на форуме глобальные вызовы мировому порядку, по-моему, так называлась, да, Global Challenges to World Order, которая под патронажем председательством президента Азербайджана была проведена в Баку. Кстати, очень серьезная, хорошая, там хорошие были посылы, очень об этом тоже можем поговорить. Я очень внимательно слушал президента Грузии и президента Азербайджана, да. Вот. И что сказала господа Шаломе? Господь Шаломе опять сказала эту, ну, как бы, не совсем корректную, скажем так, дипломатическую идею о том, что Грузия является мостом между Европой и Азией. Да не являемся мы никаким мостом. Забыть надо пройти все мосты. Мы являемся органичной, интегральной частью европейского пространства, европейского континента, европейского политического пространства. Об этом, кстати, тоже сама Салома Зурабишвили говорит часто, что мы европейская страна. Я, наверное, думаю, что она согласилась стать президентом именно потому, что считает свою родину европейской страной. Да. Но теперь получается, что вот эта категорийная катавасия, да, этот яролаж, который находится, находится постоянно, да, с этим. И это тоже, кстати, это тоже вещи, которые должны быть очень хорошо сформулированы дипломатами. Ну, при понятном политическом посыле, так сказать. Но надо объяснять политическим лидерам такие вещи. И прекращать это, понимаешь, вот это мост. Какой мост? Мост может быть разрушен. Всегда. А твое геополитическое место в пространстве европейского, в европейском пространстве, это твое место, которое ты, которое мы заработали, мы, ну, я говорю, целое поколение грузинских дипломатов. Начиная с периода Шеварднадзе, да, особенно активно, целое поколение грузинских дипломатов, которые, кстати, сегодня очень квалифицированные, очень опытные, очень образованные востребованные даже в международных, международных, так сказать, этих самых системах, да, спрашивают мнение этих людей. Эти люди все находятся за рамками, за рамками МИДа. И, так сказать, ну, это все приводит вот к этой ситуации, когда вот мы оказываемся вот в таком каком-то состоянии, да? Потому что там это единственный формат, в котором возможно обсуждение так называемого статуса. Это послевоенные форматы сотрудничества, и там есть жесткая регламентация повестки. Это и российское посредничество, и европейское посредничество. И Азербайджан старается, и на сегодня можно сказать, что успешно старается, предотвратить то, чтобы на бумаге в повестках была отмечена хоть каким-то образом тема так называемого статуса. Повестка всех форматов сотрудничества исключительно межгосударств. И даже вот ошибка Лаврова на пресс-конференции, когда он связал вопросы делимитации границы с селом Фаррух в Карабахе, отвечая на вопрос армянского журналиста, потом они внесли ясность отдельным пресс-релизом МИДа России. То есть, вот эти элементы есть. И Азербайджан, в принципе, стремится эту тему вообще не обсуждать. И для Азербайджана эта красная линия в том смысле, что любое обсуждение, даже упоминание вопроса статуса, является территориальной претензией к Азербайджанской республике. Вот те рамки, которые обозначены руководством Азербайджана и поддерживаются подавляющим большинством населения. То есть, эта тема не обсуждается. Поэтому армянская сторона стремится реинкарнировать Минскую группу. Я так понимаю, что американская сторона также свое участие, свое мнение, она стремится быть активнее в этом регионе. Мы это чувствуем последние несколько месяцев. Это и письма президенту Азербайджана, и какие-то знаки внимания и так далее, посещение чиновников Госдепартамента. И, честно сказать, мы ожидали чего-то такого нового, инновационного, что ли, подхода и так далее. Но, как говорится, гора родила мышь. Может быть, они еще трансформируют свое мнение? Ну, вот мы имеем то, что имеем. Что касается, например, европейского посредничества, в Азербайджане также были уверены, что... Я вернусь к визиту еще Лаврова, потому что это все... Мы вернемся в тревоге обсуждать. Да. Что касается европейского посредничества, да, были три заявления. Эти три заявления все прекрасно понимают, что они согласовываются с президентом Азербайджана, премьером Армении, и после этого Шарм-Мишель их зачитывал. Вот. После последнего заявления мы помним, что было упоминание... Не было упоминания Нагорного Карабаха, не было упоминания Минской группы, и армян Карабаха вот назвали армянским населением Карабаха. Ну, мы прекрасно понимаем, что это такое в международно-правовом контексте, население, народ и так далее. То есть, это была согласованная позиция. И после этого было заявление Пашиняна о том, что мы должны спустить планку. Через час после этого заявления твит спецпредставителя Клара от Европейского Союза о том, что это дальновидное заявление Пашиняна и так далее. Но в Азербайджане прекрасно понимают и знают западное мышление, особенно европейское. И у нас нет вот этого наивного подхода к внешней политике. Мы знали, что когда-то на каком-то уровне европейцы будут говорить о праве народов на самоопределение, о судьбе армян Карабаха и так далее. И это в принципе нормально в том смысле, что если они хотят быть посредниками, они должны спросить что-то, они должны получить ответ. Азербайджанская сторона, я не знаю, что говорить о закрытыми дверями, но мы можем предполагать, что азербайджанская сторона готова к процессу реинтеграции. Сформировались механизмы, созданный экономический регион, формируются базы, инфраструктура и так далее. Но и это к этому периоду. Мы перейдем только после того, как заключим мирный договор с Арменией, чтобы полностью этот вопрос остался бы в прошлом. Вот после этого, когда армянское население Карабаха уже не будет даже теоретических каких-то там возможностей через Армению, через какие-то другие страны продвигать вот эту повестку, которая привела к войне, к большим лишениям как армян, так и азербайджанцев. После этого уже внедрять вот эти механизмы. Ну, в России порядка 800 тысяч. В Сирии сейчас, наверное, порядка 50-60 тысяч осталось. В Иордании порядка 120 тысяч. Ну, если сложить, конечно, самая большая диаспора – это в Турции. Здесь просто сотни и сотни черкесских селений. Сотнями тысяч живут в городах. Только вот по Стамбулу, я вам сказал, самые скромные оценки – это полтора миллиона черкеса проживают. Идешь по городу, по Стамбулу, видишь машины с черкесскими наклейками, значками, где играет черкесская музыка. Это воодушевляет. А в Кайсере вообще проживает 120 тысяч в одном только городе. И все прекрасно владеют языком. Мы можем сказать, что это миллиона три есть в мире? О миллионах шести-семи мы можем говорить. Из них порядка трех-четырех миллионов точно владеют черкесскими музыками. Ситуативно. Россия зарабатывает. Она зарабатывает, собственно говоря, на войне. Потому что любая война, любые боевые действия, даже если они не относятся непосредственно к региону нефтедобычи, но так или иначе затрагивают глобальную или региональную, на случай в Европе, систему отношений в торговле нефтью, нефтепродуктами, это всегда фактор риска. Компенсация факторов риска – это повышение цены. И в этом смысле я уже помянул о том, что когда мы смотрим на глобальный нефтяной рынок, то повышение цены, оно же происходит не только это здесь у нас в Европе, но и в целом. Это как раз результат вот таких неформальных договоренностей в формате ПЭК+, плюс, прежде всего, России и Саудовской Аравии. Саудовская Аравия могла бы добавить больше на глобальный нефтяной рынок, но она этого не делает, потому что высокие цены ее устраивают. Россию тоже устраивают. Но обратите внимание, при всем том, что происходит, как бы начинается игра с теми странами, которые являются для Соединенных Штатов париями – Венесуэла и Иран. И, собственно говоря, выход ихней нефти в больших объемах, он позволит сбить вот эту ценовую ситуацию, ситуацию динамики, возрастающей динамики цен. Ну и если увенчается успехом визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию в июле месяце, то, по сути, может быть повтор сценария 2014 года. Тогда тоже Барак Обама, бывший президент Соединенных Штатов, посетил Саудовскую Аравию. Ну, через несколько месяцев цены, которые были примерно на таком же уровне, как сейчас, они пошли вниз. Причем достаточно динамично. В начале 2015 года они были уже где-то, насколько я припоминаю, вот с уровня 117 долларов за баррель, они упали где-то 47-48. То есть это был обвал. А теперь киноземцы его. Да, сейчас ведь нефтяной эмбарго, пусть частичный, она только начала свою работу. И сейчас ситуативно Россия действительно выигрывает, она зарабатывает сейчас больше, чем раньше. Но обратите внимание, физические объемы экспорта сокращаются. То есть это так или иначе будет иметь последствия. И, в принципе, с учетом выхода дополнительных объемов нефти, там, неважно, будет это иранская, венесуэльская, которая уже пошла, аравийская, Объединенные Арабские Эмбираты, ценовый тренд изменится. Дисконт платится не потому, что как бы вот есть некая добрая воля поменять европейский рынок, который стал для России некомфортным вследствие санкций, и отправить больше нефти в Китай, Индию. Потому что по-другому не выйдет. Нельзя держать высокие цены для покупателей, которые, несмотря на санкционный режим, готовы брать эту нефть. То есть они рискуют тоже нарваться на вторичные санкции. И поэтому как бы они требуют больших дисконтов и плюс длинная логистика. И как бы проблема еще в том, что российский нефтяной экспорт, он же заперт в Черном море и Балтийском. Эти моря могут, конечно, пропустить супертанкеры, но Босфор не пропустит супертанкеры, Скагиррак не пропустит супертанкеры, полная загрузка. Поэтому надо либо перегружать на супертанкеры, это лишние затраты. И, соответственно, как бы отсюда идут большие дисконты. Так вот прогнозы по следующему. Я думаю, что если мы посмотрим, то в четвертом квартале уже будут ощутимые потери для России в контексте нефтяных доходов. А в следующем году при всех прогнозах с тем, что цены будут держаться на высоком уровне, хотя и пойдут вниз, Россия начнет терять. Но другое дело, что терять она не будет, точнее она не будет получать те доходы, которые могла бы получать, но эти потери не будут критичными. Скажем так. То есть, грубо говоря, вот если сравнить объемы, получаемые Россией на предыдущем нефтяном пике, который там будем рассматривать в 2012, 2013, 2014 годы, то нынешние объемы, которые можно спрогнозировать по 22 году и по 23, они будут немногим меньше. Немногим. Ну, точных цифр сейчас вряд ли стоит называть. Ну, по периоду 2012 года, по-моему, это было 280 миллиардов долларов за год от экспорта нефти и готовых нефтепродуктов. Вот по прогнозам, которые есть на сегодня, по текущей перспективе и на основании 5 месяцев, в 22 году Россия может получить где-то там 260 с чем-то миллиардов долларов за экспорт нефти и готовых нефтепродуктов с учетом санкционного режима уже. Если в следующем году она недополучит там, скажем, полсотни миллиардов долларов, 50-60 миллиардов долларов, то это не те потери, которые остановят российскую агрессию и подрывную деятельность мира. И в этом смысле, конечно, санкции можно назвать недостаточно эффективными. Но это не означает, что их не надо было бы вводить. Это просто означает, что необходимо отработать дополнительные механизмы, которые, собственно говоря, и будут, применение которых и будет отвечать понятию эмбарго. Этот общий рынок, он никуда не уходил. Он всю дорогу был. Люди, я тесно и долго работаю, общаюсь с людьми, которые вообще не видят никаких преград, спокойно дальше работают. Производят под Ташкентом, продают в Казахстане, допустим, в Алматы или в Астане, или там вообще в Ахтау везут. И потом деньги пускают в Кыргызстан, чтобы оттуда забрать какой-то товар. Это все вот такой оборот есть. Ц5 – это надежда, честно говоря, моя. Потому что мы всю дорогу почему-то нам хотелось куда-то в Европу. Но у нас тут есть под боком… Это не говоря уже про наши три страны, да, 35 миллионов – Узбекистан, 19 миллионов – Казахстан, 5 миллионов – Кыргызстан. Таджикистан, Сурганистан не такие большие, но тоже где-то в районе 5 миллионов. Поэтому, ну, я говорю, это Ц5. А тут есть еще и Афганистан – 40 миллионов. Пакистан – 200 миллионов. Иран – миллионов больше. Все-таки немножко другое. Пакистан, Иран и Афганистан – все-таки немножко другое. Там будет посложнее. Пока же речь идет о Центральной Азии. Центральной Азии – бывшей Советской Центральной Азии. Мы очень тесно сотрудничаем со всеми странами. Афганцев тут… Ну, понятно. Но я имею в виду, единая таможенная зона, единственная, может быть, финансовая зона. Такое возможно в перспективе? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. Нам выгоднее торговать, оставаясь самим собой, так сказать. Не принося в жертву свою идентичность. Мы и так, в общем-то, очень близкие народы. В отличие, допустим, от разности между казахским и узбекским или кыргызскими языками. Практически мы друг друга понимаем. Не надо нам жить в одном доме, чтобы понять, что мы и так родственники. Тут вообще вопросов нет. Поэтому на это… Ну, почему я говорю Афганистан? Потому что в Афганистане очень хорошие рынки. Монголия – это там очень большая казахская диаспора. Ну, мы смотрим как… Я больше смотрю как на С-7. Речь идет о перенаправлении потока. И если поток был север, мы его перенаправляем, если на запад, ну, южнее того севера, северного маршрута. Тут нужные инфраструктуры как-то к этому объему уже подстраивать. Это где-то среднесрочная, где-то долгосрочная перспектива. Но тут уже ясная картина появляется, где узкие места, где были какие-то планы и идут корректировки, что становится… Приоритет меняется. Так что тут очень интересные процессы идут. Мне кажется, нам, в нашем регионе, что нужно будет быстро сделать – это то, что мы начали. То, что мы начали, мы должны кровь из носа, но это быстро сдать, чтобы быть готовым еще больше принять. Вот на днях что произошло? В Грузии, например, очень жуткие пробки в сторону и Азербайджана, и в сторону России. Некоторые грузы перенаправились, турецкие грузы, через Иран, Туркмения. Но там еще была объективная реальность, потому что эти грузы и раньше шли, но Туркмения во время пандемии закрыла границы и для фур. Сейчас с первого, если не ошибаюсь, с первого июня они открыли. И турецкие фуры уже через Иран. И в прошлой неделе еще было одно интересное событие. Если мы припоминаем, было построено в конце декабря 2014 года, открыта железная дорога Казахстан, Туркменистан, Иран. Планировалось 2-5 миллион тонн объем груза на будущее с перспективой на 10-12 миллион тонн. Но она активно не функционировала. Тут объективная реальность, потому что Иран под санкциями. она функционировать будет в основном для грузов в Иран, с Китая в Иран. Или, скажем, с Китая, или Средней Азии частично в Турцию, что был вот такой блок поезд. Грузы Казахстана через эту железную дорогу они поставляли в Измир, если не ошибаюсь. Что интересно в этом вопросе, что эти грузы в нашем регионе, они никуда далеко не идут. В ближайшей перспективе, но мы построим, у грузоотправителя будет вариант. А вариант через Кавказ, Д вариант южнее через Иран. Я очень сильно сомневаюсь в поправочку, что международные грузы это как-то сложно будет через Иран отправлять, потому что страна под санкциями. Но то, что в Иран или Турцию идет, это вполне вероятно. И это нам какую пользу даст, это не будет напрягать нашу сеть, потому что она имеет какую-то простую способность. И есть еще объективная реальность, то, что у нас же не полностью достроено. Некоторые участки мы не раз в проемной эфире тоже говорили насчет Рикоти. Еще очень хотелось бы, чтобы вы все-таки построили порт Анаклия. Это кардинально меняет всю картину региона. И это вообще другое. Другие объемы. Порт Анаклия и кандидатство в члены ЕС. Все это взаимосвязано. Мне очень нравится термин, который в последнее время я где-то услышал. То есть я не беру право, что он мой, но я его беру на вооружение. Мы компактная страна. Мы компактная страна. Мы не маленькая страна, мы компактная страна. И страна, которая идет в Евросоюз со своим историческим прошлым, которая в основном, если мы говорим не древнее наше прошлое, мы же все-таки очень исторически богатая страна, исторически богатая страна, не древняя. Но вот наша, как говорится, новая история, она связана с Европой напрямую. И те ценности, которые сейчас в Европе, они были ценностями наших людей давно. И поэтому мы туда идем. И мне очень нравится также слоган, который организаторы вчерашнего в митинге сделали, это возвращение домой. «Щина европейская» это возвращение домой, возвращение куда-то, к чему-то родному. Ну, давай так, хайлайтами я скажу, почему я верю в это. Вот все остальное, конечно, нужно рассматривать как с точки зрения содержания, так и с точки зрения динамики. Вот с точки зрения содержания для компактной страны, такой, как мы, у которой очень, с одной стороны, сложная география, с другой стороны, география, которая позволяет тебе занять достойное место в Европе. И в этом случае я категорически не согласен с президентом Макроном о том, что география это является каким-то параметром, по которым страны должны могут вступать или не вступать в Евросоюз. Я думаю, что это было такое вырванное из контекста все-таки заявление, потому что я знаю, что очень много политиков и людей во Франции так не думают. Это я просто сказал насчет географии. А география это одна из тех сильных сторон, с которой компактная Грузия вступает в Евросоюз и дает Евросоюзу огромную возможность с точки зрения выстраивания экономической безопасности, с выстраивания безопасности с точки зрения нелегальной миграции и так далее. С этой стороны Черноморского бассейна. Мы всегда говорили о так называемых воротах в Европу и эти ворота смещаются и мы мы на себя Грузия будем брать ответственность за безопасность европейскую что налагает на нас очень много других обязательств но это то с чем мы идем в Европу. Значит это во-первых уникальные возможности по образовательным программам которые нам так нужны на школьном университетском профессиональном образовательном уровне. вот огромные возможности Евросоюз дает с точки зрения образования. Британия я понимаю мотивацию Британию в Британии есть своя история Британия входила в Евросоюз состоявшейся демократией с сильной экономикой с мощной с мощной инфраструктурой и так далее то есть это их выбор конечно но они заходили туда с других позиций нам нужна Европа для того чтобы усилить укрепить нашу независимость чтобы усилить укрепить наш выбор правильного государственного управления у нас проблемы с эффективным государственным управлением а Европейский Союз он тебя он тебя вводит ставит тебя учит демократии тебя учит тебя как быть терпимым как быть как принимать решения коллективно опять говорю это все сложно но это все надо компактной стране с большими глубокими европейскими корнями это нужно как воздух тем более что народ и люди которые здесь живут они чувствуют себя комфортно понимаете это самое главное мы никому ничего навязываем ничего того что как говорится не может не может быть нам неприемлемо там ничего нет там там все то что мы проходили мы знаем мы все это имеем это это Европейский Союз дает нам возможность диверсифицировать свою экономику сделать упор акцент на те сильные стороны сильные кластеры в экономике которые у нас есть компактная сторона имеет свои сильные стороны в экономике тоже мы должны их идентифицировать и сделать из них ту нишу с которой компактная сторона может быть очень эффективной экономикой в общей экономике Евросоюза то есть со стороны с точки зрения экономической с точки зрения социальной с точки зрения и во первых это социальное равенство вот что самое главное Европейский Союз это один из принципов это социальное равенство мы многонациональная страна мы многоэтическая страна мы многорелигиозная страна мы должны использовать те механизмы те ту системность которая есть в Евросоюзе. И нам не нужно бояться, Гела, и с теми людьми, с которыми я разговаривал, и когда был в правительстве, и сейчас на неправительственном уровне. Мы никогда не обходим углы острые, когда говорим о Европейском Союзе. Это не идеальная организация. В этой организации есть много того, что не нравится определенным членам этой организации. Страны, члены не всегда довольны, не всегда принимают те условия, на которых строятся определенные решения и так далее. Но это тоже с точки зрения того, что это такая бюрократия, конечно, сложная, но она также и живой организм. Она меняется. И у нее есть способность к изменениям. Сложно, трудно, но она способна это делать. Все остальные альтернативы, существующие в этом полушарии для компактной Грузии, они не приведут нас никуда. Они только загонят нас обратно в пещеру. У меня всегда ассоциация, у Платона есть такая пещера. И вот то, что сейчас происходит у нашего северного соседа, они себя загоняют опять в эту пещеру. И мы и я не хочу. Я не хочу для своих детей, для своего народа быть опять в пещере, из которой потом надо долго, трудно добираться, искать свет. Ну, в конце концов, найдешь. Но целые генерации твоих людей потратят время опять, так сказать, вылезать из этой пещеры. Вот туда я не хочу. Но если есть сторонники, и у них есть аргументы, я готов их послушать.